Итак, за окном у нас сегодня опять пасмурно, и Гесметио обещает дождись, значит настроение себе будем поднимать сами. Да? Правильно. Доброе утро, ребят! Я достала тут свой черный ящик. Как вы уже поняли, тут маски. И мне крайне нужна какая-то очень хорошо увлажняющая маска, потому что, блин, я на такое подписалась, девочки, но об этом я расскажу чуть позже. Давайте о масках. В общем, мне надо какое-то очень хорошее увлажнение, и я хочу сейчас повыбирать масочку. Но, опять же, мне нужна маска, которая увлажнит и не навредит. Вообще, мне хочется сделать вот эту вот масочку где-то, где-то, где-то. Моя палочка-выручалочка. Вот эта вот, но она у меня осталась последняя. И мне ее так жалко использовать, но, наверное, я сделаю ее, или я сделаю вот эту вот с розой. Может быть, тебе вот эту розу. Хотя здесь, наверное, на сегодняшнюю мою кожу будет маловато. Ну, сейчас посмотрим, повыбираю, и вам уже чуть позже покажу, что я выбрала. Или вот эту ласточку выбрать. Сейчас, в общем, она, по-моему, вот эта маска, она чисто питательная. В общем, мое утро началось не с кофе, мое утро началось с маски для лица. А ваше утро как начинается? Напишите в комментариях. Очень интересно. Тут, кстати, остались только вот эти вот омолаживающие, точнее, омолаживающие, охлаждающие маски от Бред Докали. Две штуки. Ну что, пошла делать маску и приводить себя в порядок, становиться из жабы в человека. Так, ну что, вы сейчас видите меня в образе замученного человека, у которого под глазом думает соскочить и чмень. Здесь у меня выпал прыщ, который прошел. Тут у меня пост-окнышки. В общем, весь букет, и я опять к вам. Не получается у меня снять лакшери видео. Решила сделать я вот эту маску от бренда Орхия, потому что она очень круто вообще работает на коже, поэтому я всегда с удовольствием, бесконечно вам ее рекомендую. Здесь нет никакой рекламы. Компания Орхия мне не платила. У меня вообще компании не платят, поэтому я тут ультруист, поэтому продвигаю продажи других мне любимых брендов. Вообще продвигаю продажи компаниям, которые мне не платят и которые вообще... И да, я вам бесконечно их рекомендую, потому что я делаю то, что мне нравится и рекомендую вам. Конечно, мы все индивидуальны. Ребят, я сейчас буду стонать от удовольствия. Где мои глаза? Где мои глаза? Вот она. Страшно? Ну что делать, ребят? Красота требует определенных сил вложений. И эта красота требует жертв каких-то определенных вложений и немножечко попугаться. Да? Но не улиток же я себе на лицо сажу и не пиявок. Поэтому только тканевая масочка, вот такая тряпочка. Как она круто, ребят. Начала сейчас меня увлажнять. Я очень сильно их люблю. И вам рекомендую делать масочки тканевые. Конечно, на них можно резко подсесть и вообще только их делать. Но это как экспресс момент, когда вам нужно из жабы, как вы видите сейчас, хоть чуть-чуть походить на человека. У меня новости какие? Новости у меня такие, то что я подписала контракт по работе. Теперь я работающий человек. Но я подписала контракт не тот, который бы я хотела на самом деле. Я подписала, который я вынуждена подписать. Потому что человек, во-первых, устраивается на работу не потому, что ему там надоело сидеть дома. Мне не надоело сидеть дома. Я получаю удовольствие от того, что я занимаюсь с ребенком. Дело в том, что нужна денежка дополнительная, потому что работает только мой супруг. И мне нужно было устроиться на работу для того, чтобы финансовое положение нашей семьи выровнять на хороший уровень. И я подписала контракт с себя, работать торгашом, торговым представителем в продаже. На самом деле, знаете, подписывала и плакала, потому что работать я буду совместно с ребенком. Мы будем вместе с ним все это делать, потому что пока другая должность я не могу выбрать. Потому что у нас просто огромнейший вопрос по вес детским садикам. И другую работу я себе просто позволить не могу. Для того, чтобы сидеть в офисе с каким-то небольшим даже окладом. Не могу я себе это позволить, потому что на детском садике я сниму для вас, наверное, отдельное видео, мамочки. Если вам интересно, дайте знать в комментариях, потому что тема очень щепетильная, очень сложная. Хотя мы, по большому счету, льготники и нам должны предоставлять места, так скажем, вне очереди. И должны нам предоставлять все условия для того, чтобы мы выполняли свои должностные обязанности. Но мы живем в той стране, где не всегда получается так, как обещают. И поэтому, так как у меня не получается устроить ребенка нормально в детский сад, для того, чтобы устроиться на нормальную офисную работу, мне приходится вот сейчас выкручиваться и устраиваться на эту должность, работать, зарабатывать денежку и делать это все совместно с Кириллом, для того, чтобы еще успевать его возить по разным секциям. Потому что, к примеру, мой супруг, он у меня работает как раз в офисе, он просто этого делать не может. Его руководство так часто отпускать не будет. Ребенка элементарно поводить на секции к логопедам, к учителям, к репетиторам. Ну, не дадут ему, поэтому придется мне это все делать. Поэтому вот такие новости, ребят. Я работающий человек, но не знаю, насколько меня хватит, потому что это нереальная зверская работа. Я считаю, что торговым представителям и торгашами должны работать именно мужики, парни, молодые парни, которые более активны, у которых нет никаких ни при с кем обязательстве, они более выносливые. Так что, вот так вот. Встречайте. Ира, блогер, торговый представитель. Ну, капец, это знаете. Я отшивала, наверное, года два все предложения о продажах. Торговым представителям я просто отшивала, я не соглашалась. И вот это уже, знаете, просто безвыходная ситуация, когда приходится подписаться на это, потому что просто нет пока. выхода из ситуации, потому что, ну вот, как я вам сказала, нужно выравнивать свое финансовое положение. Вот так вот. Ну что, пошла я, в общем, заварю чай. Нужно сделать еще гимнастику для тела, для спины, потому что спина – это мое больное место. Вот у меня, сорян, вылезло сообщение. Нужно поделать, позаниматься. И я для вас обещала то, что я сниму свою тренировочку. Я это сделаю. И через 15-20 минут я сниму эту маску. И буду дальше проводить, наводить красоту, возвращаться в человека. Вот. Ох, как же сейчас круто. Ну так вот. Обещала снять тренировочку, я ее сниму обязательно для вас. И уход за лицом, какие-то такие штучки тоже буду для вас снимать. Надеюсь, я буду все успевать. Если, конечно, опять блогерство для меня, знаете, это моя одушина, моя любовь. И если мне сейчас не получится это все вместе совмещать, буду искать просто другой контракт, чтобы как-то можно было и мое хобби, мою любовь – не забросить мою одушину, и чтобы как бы денежку подработать. Так что вот такие дела, ребята, у меня случились в последнее время. Угу. Что делать? Как-то надо дальше жить. И где я, чем я занимаюсь, это, конечно, вы уже узнаете. Возможно, в этом видео я открою ширму, либо в следующем. Но новости такие, да. Теперь я работающий класс. Да, ребята. Пошла я доготавливать кашу, я поставила вариться кашу, потому что не могу свое утро представить без каши. Раньше не могла представить свое утро без кофе, теперь не могу представить свое утро без каши и без чая свежезаваренного. А вы без чего не можете начать свое утро, конечно же, напишите в комментариях, мне тоже будет интересно узнать, чем вы себя балуете утром, что вы делаете. Пишите все там и посмотрим, кто что себе по утрам готовит, кто что утром себе делает. Так, погнали. Ребят, я тут вся в делах, голова Финтиклюха и работаю с Кирюхой. Сейчас совместно, как вы видите, я с пассажиром, но я начала работать. И, наверное, буду для вас снимать какие-нибудь автоблоги. И хочу, кстати, с вами сегодня тему задеть. И эта тема будет задета именно по работодателям, как у нас здесь работодатели любят устраивать на работу. Не всегда буду смотреть в кадр, потому что напоминаю за дорогой. Что могу сказать, ребят? Я в последнее время, как вот коснулась именно здесь у нас в крае по поводу работы, я заметила, что как-то нифига у нас не любят устраивать официально людей. У нас любят так, чтобы человек работал, впахивал, тратил свои ресурсы, но при всем при этом он не будет полноценно официально трудоустроен. Он будет... В трудовом договоре у него будет прописана одна сумма для получения зарплаты, это минимальная оклада труда. И с минимальным соцпакетом. Многие даже вообще открыто говорят о том, что соцпакета как такового не будет. И когда ты начинаешь там что-то говорить, и они прямым текстом тебе отвечают о том, что, собственно говоря, вы устраиваетесь и принимаетесь в рабство, для того, чтобы приносить пользу организациям. Я вот вас хотела спросить, походу я не туда попрыгнула. Я хотела вас спросить, как вы вообще к этому относитесь, вот к такой политике, когда устраивают... Мне интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу, потому что практически каждый первый именно заявляет об этом. То, что получать вы на руки будете одну сумму, если вы, конечно, там хорошо потопчете, побегаете. А у вас в официальности будет прописано другое. И естественно, как бы вот понимание того, что это какой-то беспредел, меня уже немножечко подбешивает. Я уже как бы это, вот досталась. Ну и сейчас, собственно, говорю, я сейчас сижу на контракте, который, точнее, устроилась на контракт, где как такового соцпакета, как таковых каких-то условий, тоже, собственно говоря, нет. Но безвыходная ситуация заключается в том, что мне нужно выйти на работу, мне нужно уже, чтобы у меня шел стаж, потому что у меня около пяти лет простой стажа. До этого я работала постоянно. У меня не было таких простоев. Я бы скажу больше. Я, в принципе, с 15 лет работаю. И работы я не боюсь. Но я за то, чтобы были долгосрочные отношения между работодателем и работником, чтобы все было честно и крамотно, а не так, чтобы кто-то кого-то хочет поиметь и отыметь. Меня вот это прямо вообще раздражает. А вот здесь я поняла, что работодатели той серии, того, что насмотрелись, наверное, немецких фильмов, и вот тут, как бы, видать, хочется кого-нибудь в свое время отыметь. У меня вот это прямо здесь. Я вообще, кстати, у меня была ситуация в Крае, когда приехали сюда, я устраивала отличную работу. У меня работодатель, я очень хорошо, но я делала, я у него три месяца отработала, он меня официально не так-то устраивал, и мог бы мне надо, а потом, когда он меня устроил, когда я уже вопрос-крою поставила, потому что не нужно официально это устроить, потому что я хочу видеть надежность. И он мне сказал, мне разом, вот пять лет назад, даже семь лет назад, да, семь лет назад, он мне сказал, что это будет и кто из вас не знает, и кто-то заявил, я не хочу, в колонце, где я буду здесь, я не хочу, и за эти три месяца он уже подошел, что мне здесь еще раз и я добавила, здесь я был в дом, с поделом, о котором я, собственно говоря, не являюсь, не прошел еще раз в маркетинге в большином фоне, но я работала уже на в целом юридическом, в котором я. Сейчас у меня высшая юридическая, и приходит мне ныкаться, бегаться, и сказать, что и как, если походу на кодексу. Но это реальная жизнь, и поэтому отказываются тоже от других возможностей, и не забываются еще. Думаю, как часто, пытаюсь попробовать, пойду, пойду, когда, у нас все это делать, если он не пойду, то, то есть пойдет, если я скажу, я понимаю, я наглядсирую весь свет. Мне нужно, тогда, я тихо, я поняту, тихо, я получаю лицаропат, что это было, если я стала, надо сделать, я не помню, куда-то, когда, ну, Дорога на Киеве Киеве Эта центральная дорога Срезана дорога Срезана дорога Дорога срезана Эта дорога отсягнута у нас сегодня будет на ужин на ужин я сегодня приготовила рыбка это пеленгасик с овощами если надо как-нибудь рецептик отдельно засниму и выложу сюда на канал если нужно пишите девчонки в комментариях смотрите как все сочненько и вкусненько получилось поверьте мне это очень вкусная рыба и когда будете отдыхать у нас на побережьях обязательно закажите себе где-нибудь эту рыбку называется пеленгасик отличнейшая рыбка так что у нас уже уже готов девчонки только что сняла распаковку себе в инстаграме с кик 9970 мне пришла вот такая вот новиночка от бренда невея это мусс для тела интенсивное увлажнение я его уже нанесла себе на ручку девчонки как он вкусно пахнет блин я просто кайфу от этого аромата посмотрим конечно как в течение дня будет себя вести будет ли окисляться аромат или нет но сейчас могу сказать очень понравился очень необычно и кстати у меня подобный продукт был по моему от какого-то сетевого бренда я себе как-то заказывала покупала но тот был прям очень жирный такой прям густой густой по моему это был какой-то амвей насколько я помню по моему да что то такое но он очень дорогой это конечно же я думаю будет намного поприятнее по цене и конечно же его можно будет купить в любом магазине это очень здорово поэтому да очень приятно было попробовать тем более что это интенсивное увлажнение а я всегда бьюсь за то чтобы кожу очень очень хорошо увлажнять так что вот такая у меня появилась новиночка вкусняшечка большое спасибо компании невея то что прислали мне такой вкусняшку у меня тут буквально в течение недели разлетелась вот эта вот кисточка от ревгош я ее покупала года наверно два назад у меня есть видео на канале о покупках это очень очень старое видео в общем я покупала вот этот наборчик он стоил наверное чуть больше тысяч в общем там было несколько кистей вот это вот была кисточка я ее использую для консилеров для каких-то зон ну так вот вот это вот кистью мне распалась спустя два года поэтому девочки если вы ищете бюджетные кисти которые не лезут присмотритесь к бренду ревгош в принципе рабочие кисти конечно наверное для супер знатоков они покажутся такими знаете кисти для дилетантов но они меня полностью устраивают единственное что спустя два года под вот эту штуку отлетела но супруг не сегодня в общем подклеил так что она у меня опять в строю наступил вечер и еще я сейчас буду делать это с собой проводить экзекуции в общем удалять все ненужные волосики с телом и знаете мне прям нравится зимой что можно немножечко потращивать в некоторых местах волосы для того чтобы более качественно убрать в общем решила повторить вот эти вот полосочки вот бьюти формула давным-давно я их покупала цена на них сейчас стало достаточно кусочи они стоят уже около 270 рублей за упаковочку но в принципе они неплохие так что сейчас буду что-то делать но я вот все думаю себе сделать заказ интернет-магазином натуральной косметики но это наверное уже чуть позже пока сейчас не до этого пошла в общем ванну наводить красоту девчонки вы какими восковыми полосками пользуетесь я вот как раз планирую проводить депиляцию во всех местах где мне не нравится волосяной покров вот напишите в комментариях какими вас именно восковыми полосками вы пользуетесь если вы пользуетесь и да напишите воск там шугаринг что вы делать именно бренда потому что мне интересно я хочу что-то еще новенькое попробовать